Нарин Марк готовится к Новому году. Так, в центре города включили архитектурную подсветку. Качество работ подрядчика оценил губернатор Александр Цибульский. О новом облике окружной столицы расскажет Ольга Русул. Все готово? Дрешите включить? Да, включите. Включаем. Займется где-то одну минуту. Архитектурно-художественная подсветка установлена на наиболее значимых зданиях в центре города. Проект охватил Краевический музей, Центральную библиотеку, Главпочта, Богоявленский кафедральный собор, а также администрации округа Нарин Мара, площадь Мара Цей. Работа выполнила ЗАО «Авангард Инвест». Каждое оборудование, которое мы здесь использовали, оно же в своем роде уникальное. Потому что вот то, что на памятнике, там одна технология применена, потому что камень, он очень сильно поглощает свет. И для того, чтобы его правильно подсветить, нам нужна одна технология. Если мы не сюда посмотрим, то здесь ни один светильник, который стоит на этом, нет одинаковых вообще никак. То есть есть на 24 вольта, на 48 вольта. То есть они все разные и все именно придуманы и сделаны специально для тех мест, которые они подсвечивают. Все оборудование водонепроницаемое и морозоустойчивое выдерживает температуру до минус 50 градусов. Подсветка будет включаться в автоматическом режиме в темное время суток. Днем и, соответственно, летом, когда в регионе начинается период белых ночей, светильники работать не будут. Оборудование, которое здесь применено, оно же как раз отличалось тем задачам, которые перед ней ставили. В ходе осмотра губернатор Александр Цибульский предложил подрядчику дополнительно подсветить обелиск Победы. Можно, думаю, еще здесь на этих столбах поставить направленные фонари, как на тот павильник, и на павильник Победы направить, чтобы у нас он тоже подсвечивался. Да. Давайте тоже такое сделаем. Монтаж светового оборудования занял порядка трех месяцев. Архитектурная подсветка фасадов выполнена по поручению главы региона при поддержке Ненецкой нефтяной компании. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.